А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 22 августа день Матфея. Назван день апострия Матфея. После того, как Иуда Искариот предал Христа, Петр предложил апостолам выбрать ученика, который займет его место. Выбор стоял между Матфеем и Варсавой. В результате жребия двенадцатым апостолом стал Матфий. Он был рожден в Вифлееме и под руководством Симеона Богоприимца обучился закону Божию, обладал чудодейственными способностями, помогал больным и изгонял бесов из людей. Наши предки называли этот день Матфеем. К этому времени вода в реках и озерах остывала, и в воздухе начинается чувствоваться осень. Относительно этого дня на Руси существовало поверье, мол, в этот день корову ему в имени присасываются змеи, которые высасывают молоко. Поэтому сегодня старались не выпускать скотину из хлева. Также нельзя было доить корову в одиночестве. А подойник никогда не ставили на стул или катку, чтобы у коровы не пропало молоко. Приметы. Обильная роса сегодня утром предвещает солнечный и теплый день. А вот если зашуметь на Матфея река, закричить лягушка, следует ожидать ненастия с дождем. По жирам. По жирам. Оказывается, жиры просто-напросто, представьте себе, жиры, масла, поступая в кровь, они делают ее вязкой. И продвигаясь по всему организму, они что? Они и печеночку засоряют нашу, жировая инфильтрация печени бывает. Идя по капиллярам, они где-то здесь останавливаются и закупоривают их. А потом человек удивляется, а почему у него ручки и ножки мерзнут? Да потому что он жирную пищу потребляет. Да? Да. Которая заклеила просто-напросто. Вот оно что! И как только меньше жирной пищи будет потребляться, или она правильно будет потребляться, удивительно. То капиллярчики открываются и начинается восстановление. Руки и ножки теплеют, лучше двигаются. Значит, жир может быть правильным, вы сейчас сказали, потому что тот обычный привычный нам жир, он делает кровь гуще. Лимфу, наверное, тоже гуще. Нет? Или кровь только? Естественно, естественно. Все жидкости, да? Все жидкости становятся более вязкими, густыми. Значит, они медленно двигаются. В них могут развиваться различные там процессы патологические, болезнетворные. Вот. И теряется нормальная среда. Лимфа способствует обмену веществ. Лимфа как раз стоит между клетками и кровью. Все процессы, которые происходят, обмен веществ из клеток, должны, значит, вещества поступить в кровь и выделиться там почками и так далее, или печенью. А из крови питательные вещества поступить через лимфу в клетки. И вот если она слишком густая, у нас ухудшается питание. Все, тело тюрствеет, и не может просто-напросто питаться. Хорошо. Какой-то, знаете, студень получается лимфатический. Она должна быть более-менее жиденькой. Жиденькой. Я поняла. Что значит хороший жир, вы говорите? Ну, хороший, хороший жир. Где мы его возьмем? Вот смотри, а действительно, существуют тугоплавкие жиры. Тугоплавкие жиры, это, как правило, животные жиры. А существуют такие боли... Растительные. Растительные, которые менее тугоплавкие. Да. Вот. Поэтому лучше всего употреблять растительные жиры для того, чтобы они, будем говорить, ну, как бы сказать, способствовали выведению вот этого животного жира, растворению его, замещению его потихонечку в организме. И за счет этого восстанавливаются все вот эти вот процессы кровообращения в организме. Вот казалось бы, именно во время поста мы соблюдаем правила еды, питания, именно отказ от мяса у нас, с одной стороны... Особенность жирного. Да. Да вообще, не то чтобы особенно. Там одна рыба 7 апреля на Благовещение. То есть отказ от мяса, это отказ от белка животного происхождения, который клей делает нам внутри нас. И отказ от жира животного происхождения, что утягощает кровь и снижает скорость переноса полезных веществ по крови и по лимфе. И здесь очень важно понимать, что нельзя сказать, что от мяса так уж действительно у нас все образуется. Но если человек регулярно ест мясо, и особенно в большом количестве, вот эти процессы идут очень явно и быстро. Если умеренно все это, то все нормально будет. Но вот это переедание приводит к таким последствиям. Я думаю, что это вот то, что мы уже с вами обсудили. Я уверена, что это действительно понятно. А что такое крахмал? Почему нужно отказаться от сахара и соли? Мне кажется, это уже под шумок поста авторское видение очищения. А здесь оказывается, крахмал должен употребляться очень правильно. Самые большие нарушения в пищеварении у нас происходят на основе крахмалистой пищи. Оказывается, крахмалы начинают перевариваться во рту. Но мы, как правило, сушку запиваем чаем, кофе и так далее. А крахмалы – это пирожные? Пирожные, хлеб и так далее. И получается, что крахмал, полноценно не переварившись в ротовой полости, не начал перевариваться. Он идет дальше уже в виде полуфабриката. И крахмалистая слизь, а оказывается, есть тоже крахмалистый клей, которым мы в свое время заклеивали окна на зиму. Помните? Она также отлаживается по всему организму. Ее-то очень важно пережечь. И для этого мы будем использовать чесночок в своем салате. Так вот, когда идет обилие ферментов, обилие вот этих вот живых, так сказать, веществ, то то, что не доокислилось, начинает доокисливаться. У нас не хватает ферментов на полноценное переваривание. Не только внутри желудочно-кишечного тракта, но дальше и в крови, и в линфе, и в клетках. В городе еще должно все это работать. Значит, мы перекрываем поставку этого крахмала, в виде пирожков, батончиков и всего на свете. И организм, почему же он все время так начинает хотеть есть? И можно ли сказать, что вот это желание еды, это хороший знак для думающего человека, что сейчас начались процессы сжигания остатков от старого крахмала? Можно сказать и так, что начинается, во время поста должно немножечко хотеться. Вот это вот чувство аппетита говорит о том, что идут повышенные процессы усвоения пищи, ее потребности, и организм, недополучая ее... Извне? Извне он начинает активно ее сжигать внутри себя. Да. И человек сжигает... Но сжигать не плохое, не хорошее, а именно плохое сжигать. Вот именно, в первую очередь, все, что он отклал про запас, он это начинает сжигать. Вот получается... А суть до дела, вы уже порезали зелень. Да, теперь мы добавим еще капусточки немножечко. Капусточки добавите. Может быть, я тогда почищу чесночок? Давай, мы можем сейчас чесночкать. Чеснок помогает сжигать что? Вот еще раз. А вот чеснок помогает сжигать все, все отложилось в организме. За счет своей огненной природы он усиливает вот эти все процессы дожигания. Дожигания различных шлаков и уведения. Но на уровне желудка? Нет. Он как раз действует на уровне крови, на уровне лимфы, на уровне клетки. И самое важное, что у нас еще есть и паразиты, которые обитают и в желудочно-кишечном тракте, и в крови, и в лимфе. Так вот, чесночок как раз с этих маленьких паразитиков, микробов, он их отлично уничтожает. Вот чем он вредит. Хорошо. Вы сказали, что существует помимо этих трех врагов, от которых иногда надо избавляться, чтобы потом их любить. Повторю еще раз. Белок животного происхождения, жир животного происхождения и крахмал. Ну, такой полуфабрикатный, магазинный. Есть еще желание отказаться от соли и сахара. Но мне кажется, к посту это имеет мало отношения. Ведь нет же нигде, нигде не прописано, что во время поста нельзя есть соль. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!